Северсталь Северсталь Метис и компания «Мост» провели совместный автопробег, чтобы рассказать по Волжью о новых продуктах и услугах, а также возможностях. Про работу и зарплату, про коллег и конкурентов. Они готовы шутить на любую тему. Первый отборочный тур фестиваля юмора прошел в Череповце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генеральный директор подводил итоги, ставил четкие задачи и отвечал на самые острые вопросы. Главный упор на работу с клиентами. По словам Алексея Мордашова, именно это может стать залогом успеха компании в текущем году и в далекой перспективе. К сожалению и к счастью, на российском рынке, похоже, ни один из поставщиков Сталин не демонстрирует идеальную работу с клиентами. Что дает хороший шанс для того, кто первым начнет делать это хорошо. И я считаю, что для нас в текущем году и, очевидно, на все последующие годы задача эта является очень-очень важной и актуальной. И 2014 год, по моему глубокому убеждению, должен стать годом, когда мы добьемся реальных, существенных шагов, перелома. Как повлияют на работу Северстали санкции против России в связи с украинскими событиями? Этот вопрос сейчас волнует многих сотрудников компании. Однако, по словам Алексея Мордашова, пока оснований для паники нет. В целом, я бы не стал драматизировать ситуацию и ожидать уж каких-то серьезных проблем. Пока практически в большей степени то, что мы видим и чувствуем, это больше риторика, общая нервозность. Практически это пока не отразилось ни на работе российской экономики, ни на работе Северстали. Но, повторяюсь, риски есть. И, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Украине дальше. Санкции против России не должны затронуть и Южный поток. Напомним, для этого крупного европейского газопровода Северсталь будет поставлять трубы. По словам Алексея Мордашова, реальных предпосылок для остановки строительства нет. В общем, экономически, практически ситуация гораздо более надежная, гораздо более спокойная и гораздо более благоприятная для закупки газа в России, чем это мы слышим от политиков западноевропейских. Напоследок, Алексей Мордашов развенчал слухи об офшорных счетах Северстали. Генеральный директор еще раз подтвердил, что компания придерживается политики открытости и прозрачности. Выводим ли мы деньги в офшоры? Ответ очень простой. Нет, не выводим. Северсталь – российская компания, зарегистрированная в России. Все наши активы зарегистрированы в России, за исключением торговой сети зарубежной, которая зарегистрирована в нескольких зарубежных странах. Но она там и зарегистрирована, поскольку она там работает, нашу продукцию продает. Поэтому она официальная, стопроцентная дочка Северстали, и мы ее консолидируем в нашем балансе, отчитываемся перед аудитором и так далее. Поэтому мы все налоги в России платим, никаких офшорных, каких-то специальных схем для работы Северстали не используем. Более подробно о видеоконференции Алексея Мордашова можно прочитать в свежем выпуске корпоративной газеты. Транспортная экономия. На Череповецком металлургическом комбинате организована первая отправка готовой продукции в железнодорожных контейнерах. Такие перевозки тарифицируются РЖД по второму классу, что позволяет существенно снизить издержки. Самым главным преимуществом отгрузки в контейнера является стоимость доставки. Она ниже в среднем на 20-30%, нежели доставка продукции до клиента в полувагоне, в платформе, в другом спецподвижном составе. Отправки металлопроката в железнодорожных контейнерах позволяют улучшить уровень сервиса за счет доставки заказа точно в срок и до дверей получателя. Кроме того, этот способ дает возможность расширить географию поставок, обеспечить сохранность продукции и удобство в складировании. Специалисты Северсталь-Метиза и строительной компании «Мост» организовали второй совместный автопробег. Всего участники преодолели 4000 километров и привели научно-практические семинары и конференции в городах, которые являются центрами мостостроительной отрасли по Волошлям. Здравствуйте! Сегодня у нас не совсем обычная рубрика интервью. Своими впечатлениями от автопробега поделится его участница Дарья Шагалова. Ну, а иллюстрировать наш разговор будут ее фотографии. Здравствуйте, Даша! Здравствуйте, Ирина! И первый вопрос. Почему выбрана такая необычная форма взаимодействия с клиентами и партнерами – автопробег? И почему именно по Волжье? Компания «Северсталь-Метиз» всегда искала новую форму взаимодействия с клиентами, новую форму продвижения продукции. И формат автопробега как раз-таки позволяет все это включить. Совместно с нашими партнерами, компанией НПП «СК Мост», мы проехали по городам по Волжье. Это 4000 километров. Здесь сосредоточены наши клиенты. И что, на мой взгляд, очень важно – потенциальные клиенты. Мы на деле увидели, где наша продукция применяется и где она может применяться. Ну, а по Волжье, как я уже сказала, это крупные города. Мы встречались с нашими клиентами, мы обсуждали, мы на деле видели, как и что мы можем применить. Я знаю, что самая крупная конференция была в Волгограде. Почему этот город стал главной точкой пробега? Ну, во-первых, в Волгограде расположено наше предприятие. Нам есть что рассказать, нам есть что показать. На сегодняшний момент это современное предприятие. Там производятся уникальные канаты, аналогов которым нет в России. В том числе канаты закрытой конструкции, которые применяются для объектов инфраструктурного строительства. Ну и, конечно, в 2018 году, как мы все знаем, в Волгограде пройдет чемпионат мира по футболу. И мы это событие не могли обойти стороной. Этому и была посвящена наша конференция. Это является толчком для развития всего региона и инфраструктуры в целом. И вот здесь как раз-таки мы можем подключиться с нашими продуктами, с нашими инжиниринговыми системами. Даш, раз уж мы заговорили о крупных спортивных мероприятиях. Хочется вспомнить Казань, Сочи. Я знаю, что там тоже применялась продукция метиза. Да, вы правы. При строительстве Олимпийского Сочи продукты компании «Сверсталь метиз» применялись практически во всех отраслях, начиная от Олимпийской деревни и заканчивая главным стадионом «Фишт». У нашей компании большой опыт применения продукции в данном направлении. Ну и как раз строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Нам есть, что опять же предложить, нам есть, что рассказать. Поскольку это не просто продукты, это инжиниринговая система. Компания «Сверсталь метиз» на сегодняшний момент единственная компания в России, которая дает такую возможность. Участвовать в проектировании, готовить проекты совместно с нашими проектантами, заказчиками. То есть это не просто продукция, это решение. Итак, 4000 километров позади, много встреч, много впечатлений. Что стало самым ярким вашим личным впечатлением? Ну, знаете, что-то одно выделить на самом деле очень сложно. Потому что это и новые клиенты, и новые знакомства, новые встречи. Это уникальные мостовые сооружения. Это незабываемые, конечно же, российские дороги. Это нельзя не учесть этот момент. Но одним из самых ярких моментов – это было посещение Мамаевой кургану. Потому что стоя у подножия огромной Родины Матери, испытываешь гордость за героизм, за волю нашего народа. Вдвойне приятно понимать, что изнутри такую гигантскую скульптуру держат наши волгоградские канаты. И, на мой взгляд, это символично и перспективно. Это большой толчок для развития нашей компании в целом. Большое спасибо, Даша, за интересный разговор. Спасибо. Люди и машины 21 века. Таким увидели Карельская катыш гости из Законодательного собрания Карелии. В Костомукше депутаты провели выездное совещание, посвященное сложным взаимоотношениям комбината и местных властей. По словам народных избранников, положительные впечатления от производства оказались в резком контрасте с ситуацией, которая сложилась вокруг Карельского катыша. Необоснованные арендные ставки на землю, невозможность ее выкупить и прочее. Все это просто-напросто мешает работать. Именно поэтому и необходима поддержка со стороны представительной власти. ВОК – это единственное предприятие, которое имеет сегодня научную и производственную базу, а развивается и перспектива развития не на один десяток лет. Это очень радует. Мы будем поддерживать развитие вашего предприятия безусловно. Выслушав генерального директора Максима Воробьева, депутаты решили, что действовать нужно как можно скорее. Будут и обсуждения в парламенте, и переговоры с правительством. Слишком многое в Костомокше связано с успешной работой комбината. И допустить худший вариант событий никак нельзя. Мы встречаемся с людьми. Мы видим, как люди заинтересованы в увеличении объемов производства, в рационализации. Мы видим вот эти семьи, создатели этого города, их детей, которые уже руководят производством. Мы видим лица, ну вот понимаете, умные, хорошие лица. Видим умный, хороший город. Что касается постоянных упреков в адрес Карельского окатыша, о том, что мы снизили каким-то образом свою социальную ответственность, то я думаю, что говорить об этом не приходится. По-прежнему Карельский окатыш, как и все эти годы, является генеральным спонсором практически всех крупных мероприятий, которые проводятся в городе, и культурных, и спортивных. В этом году, кроме того, принято решение Северсталью выделить 30 миллионов рублей на строительство такого необходимого нашему городу спортивного объекта, как футбольное поле с искусственным покрытием. Ну, по сути, это будет небольшой легкоатлетический стадион. Северсталь будет участвовать в чемпионате мира по футболу 2018 года. О том, какую продукцию компания поставит и какие решения предложит для возведения спортивных объектов, вы сможете прочитать в свежем номере корпоративной газеты. О других событиях в жизни большой компании расскажет наша рубрика «Новости короткой строкой». Генеральный директор Алкона встретился с лучшими работниками комбината. Александр Попов рассказал об инвестициях в новую карьерную технику, какие экскаваторы предпочтительны и почему Алкон старается привлечь максимум своих работников к участию в общественных мероприятиях. Напомним, на Алконе лучшие сотрудники месяца получают не только дипломы и право на неформальную встречу с руководством предприятия, но и возможность в конце года стать обладателями путевки на отдых. В Оркутовуголь стартовали соревнования по хоккею. Шайба среди структурных подразделений компании. В ледовых ресталищах будут участвовать семь команд. Судьи определяют победителя по количеству набранных очков. Церемония награждения лучших хоккеистов состоится в конце апреля. Череповцы наградили победителей конкурса «Вместе за чистый город». Инициатором этого образовательного проекта выступила Северсталь совместно с мэрией города и дворцом детского и юношеского творчества имени Алексеевой. В этом году около сотни школьников представили свои работы на суджюри. Победительницей признана Татьяна Таран из 21-й школы. В Оленигорске Алкон собрал на фестиваль «Шерик рук» все детские сады города. Дети и внуки горняков показывали своим шефам и переполненному залу, чему они научились в творческих мастерских и как они представляют будущее комбината и родного города. Ни одно представление не было похоже на другое, а кульминацией двухдневного фестиваля стало награждение ребят, которые к 65-летию Алкона подготовили рисунки и поделки. Выпуск окатыши как производство счастья. Так увидели работу карельского окатыша костамукшские девятиклассники. В рамках профориентационного центра «Сталкер» школьники познакомились с производственной цепочкой комбината и представили свое производство счастья. Найти и обезвредить. «Северстайпромсервис» ввел в эксплуатацию передвижную лабораторию по диагностике энергокоммуникаций. Новое оборудование позволит контролировать состояние подземных трубопроводов и находить утечки. По проекту «Оркэффективность» было закуплено оборудование. В частности, это анализаторы, течеискатели, автомобиль на базе «Газель». Общая протяженность труб по питьевой воде – 175 километров. На данный момент служба диагностики обошла 28 километров, выявила 14 утечек, 13 из которых были устранены. Главные плюсы – мобильность и оперативность. Внедрение плановой диагностики позволит создать многолетнюю программу ремонтов системы водоснабжения на «Северстале». Планируется и дальнейшее развитие проекта для повышения эффективности технического обслуживания подземных трубопроводов. Необычный конкурс для необычных школьников. В Череповце прошли профессиональные состязания начинающих слесарей. Всего 19 участников из 10 школ. Подобное испытание в городе проводилось впервые и для подрастающих металлургов стало серьезным вызовом. За два часа участники должны были изготовить мебельный кронштейн. Оценивало ребят компетентные жюри – педагоги учебных заведений и специалисты предприятия ССМ «Тежмаш». Сам конкурс проходил в рамках проекта «Экспериментальный машиностроительный полигон». Его организаторы – мэрия Череповца и компания «Северсталь». Благодаря такому сотрудничеству молодые череповчане имеют возможность получить востребованные сегодня рабочие специальности. Закаленные сталью, црепачи, бодрые бобры – всего 11 команд и два часа искрометных шуток на производственные темы и не только. Первый отборочный этап фестиваля юмора дивизионной «Северсталь. Российская сталь» состоялся в Череповце. Насколько вкусным оказался юмористический винегрет, оценила наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. На нашем серьезном производстве без юмора вообще никак, говорят участники команды «Закаленные сталью». Девять человек абсолютно разных профессий. Машинисты кранов, разливщики стали. Собрать их вместе даже на обычную репетицию порой трудно. С репетициями, конечно, у нас проблема, так как все мы работаем по сменам. Но находим время для репетиций, собираемся. Да, все в разных бригадах. А цель у этих ребят из стали плавильного производства одна – стать лучшими юмористами среди металлургов всего дивизиона «Северсталь. Российская сталь». И даже дети участников команды в стороне не остались. Ика, скажи, пожалуйста, тебе нравится, как папа на сцене выступает? Да. А ты как ему помогаешь? Холодно. А вот еще одни претенденты на веселую победу – клетчатые друзья из команды «Сладкий чай». По совместительству ответственные работники ССМ «Тяжмаш». За кулисами они, пожалуй, самые шумные и самые дружные. Мы не можем по отдельности, мы только вместе всегда. Чуть поодаль от сладкого чая готовится поразить публику суровые товарищи «Северстальметиза» с гордым названием «Команды так и надо». Ручка, ручка, чебуречек, вот и вышел человечек. Кстати, о человечках – зеленых. В честь Дня космонавтики все команды добавили в свои шутки немного космического соуса. Вкус этих неземных блюд оценивала строгая жюри по пятибальной шкале. Ну, я думаю, что понравилось, не понравилось. Это один из главных критериев. Но еще из основных критериев, я думаю, это творческая составляющая, да, это креативность команды, это позитивность, настрой. Чего-чего, а позитива на сцене хоть отбавляй. Вот, к примеру, команда «Северстальпромсервис» «Соберемся в понедельник». Вот так опровергла слухи о том, что компанию «Северсталь» покупают индусы. Это песня о том, как чугун превращается в сталь. О том, что никогда на шлаговых отвалах не будет приять индийский флаг. О судьбе компании фантазировали и другие участники. Команда «Црипачи» поделилась секретной информацией. «Что же будет на «Северстале» через 20 лет?» Зарплаты станут настолько большие, что ФОПС переименуют в телефонный справочник «Северстал». На злободневные производственные темы их тоже шутили, не стеснялись. Ну где ты, где ты? Ну, вылезаешь на... Ку-ку! Ку-ку, мой мальчик! Да, вот ты где! А вы, как знаете, все, плюшки не балуемся. Это, кстати, о том, как аудиторов в цехе встречают. Не обошли вниманием и алкотестеры, или жилищную корпоративную программу не забыли. Но бесспорным лидером по количеству шуток традиционно являются СИЗы. В общем, шутили много, по-разному, и на второй этап фестиваля прошли все команды. Так что шанс у участников еще будет доказать, что юмор – редкий металл, но на «Северстале» его производят в избытке. Экологическая программа «Северстале» признана лучшей в Вологодской области. Череповецкий металлургический комбинат победил в номинации «Природоохранная и экологическая деятельность на предприятиях». Жюри оценивали результаты работы компании за 2013 год. Металлурги сейчас завершают большую экологическую программу. Ее стоимость – 5,6 миллиарда рублей. Сумма сравнивать к бюджету Череповца. Часть работ проведут и в этом году. Ну а завершить компанию планируют к четвертому кварталу 2015 года. Работы ведутся по нескольким направлениям – вода и воздухоохранная деятельность и работа с утилизацией отходов. Жители города могут наблюдать уменьшение, так скажем, визуальных красных пятен над комбинатом. Мы уже закрыли два конвертера. Остался один, который мы закроем. В конце этого года приступили к реконструкции шахтной печи. Номер один – тоже значимый проект. И в графике идем по реконструкции газоочистных установок агломерационного производства. Эффективность экологической программы «Северстали» оценила и сама природа. На территорию Черемка прилетели серые цапли. Эти крупные птицы уже не первый год гнездятся вблизи промплощадки, подтверждая эффективность вода и воздухоочистки. Считается, что усилиться серые цапли предпочитают на чистых водоемах с хорошей кормовой базой. Птицы питаются некрупной рыбой, водными насекомыми и крупными стрекозами. Гнезды строят в камышовых зарослях. Это была программа «Северсталь новости». Следите за событиями с нами. Так мы сможем достичь большего вместе. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова